приветствую дорогие друзья сегодня у нас небольшой обзор вот такой штуковины это собственно rgb контроллер для обычных светодиодных лент rgb он самый простейший самый дешевый который только можно купить и он мне понадобился я его приобрел примерно за 200 с копейками рублей его можно купить в днс за 250 или других магазинах от 150 рублей выше комплектация у него совсем скудная бедная по сути здесь ничего не надо есть вот такая инструкция если кому интересно я ускорил видео поставите на паузу и посмотрите подробнее но честно говоря инструкция бесполезная абсолютно бесполезно и не будем на ней задерживаться долго вот он сам контроллер он из себя ничего особого не представляет выполнен в убогом стиле так скажем я в разберу переделываю совсем по-другому и сделаю так чтобы он не служил верой и правдой собственно есть пульт пульт дистанционный на инфракрасном датчике работает то есть это не радио пульт к сожалению но по крайней мере это лучше чем совсем без пульта для того чтобы убедиться что он живой рабочий я подключил на скорую руку вот такой кусочек ленты прямо напрямую туда зафигачил питание подаю с лабораторного блока питания через вот такой штекер самый обыкновенный от ноутбука да все работает все кнопочки работают все проверил светится разными цветами все четко решил разобрать подумал что здесь есть отверстие по центру значит там есть винт но ничего подобного винта там нет и пришлось и сзади отверточкой вот так крышку снять внутри все нормально ничего нет нет на самом деле есть нужно только перевернуть плату здесь у нас есть четыре резистора два конденсатора диод пару транзиков и парами круг все все что здесь есть пайка кривовато я ее подправил немного и собрал это все дело по-другому есть у меня вот такой вентилятор 200 миллиметров от аэрокул у него есть стандартная вот такая лента но есть проблема эта лента адресная а у меня нет адресного контроллера и подключение подсветки данного вентилятора возможно только через вот эти вот два странных разъема три пена на одном три пена на другом и подключить можно к вот такой пример на материнской плате либо через специальный контроллер я решил не париться вытащил эту ленту закинул туда обыкновенную ргб ленту и запаял напрямую к этому контроллеру выглядит это примерно вот так собранном виде все светится все прикольно работают разные режимы единственное я сразу не заметил что в самом низу не работает один кусочек точнее он работает но только на синем цвете пришлось заново потом разбирать и перепаивать один кусочек ленты но это на самом деле мелочи минут 10 заняло собранном виде это выглядит вот таким образом контроллер упаковал маленькую коробочку провода вывел с одной стороны контроллер приклею через двухсторонний скотч внутри корпуса сам вентилятор запитывается с помощью трех пинника но подсветка запитывается отдельно через molex я не хотел кидать подсветку именно на материнскую плату через три пена если захочется полностью отключить подсветку и просто отключу molex а сейчас предлагаю посмотреть как она выглядит уже на корпусе в принципе терпимо так скажем пока крышка не одета на корпус выглядит очень ярко очень сочно и очень забавно но естественно это для любителей rgb я на самом деле буду использовать скорее всего в одном статичном цвете и да если кому интересно это корпус mini itx формата thermal take core v1 черного цвета и под крышкой уже не так ярко но светится но в целом меня устраивает то есть я хотел чтобы там стояла 200 миллиметровая вертушка которая будет хоть как-то немножко светить и немножко освещать все вокруг этого будет в принципе достаточно цель поставлена цель выполнена есть вертушка она с подсветкой все работает ничего не шумит не трещит не пыхтит максимально бюджетное решение которое можно было только придумать меня все устраивает лично что касается контроллера покупать его или нет решать абсолютно вам если он нужен или не нужен принципе его можно покупать если не хочется ждать китайских аналогов с алиэкспресса месяцами можно пойти ближайший магазин где он продается и приобрести и заколхозить примерно так как я заколхозил или использовать штатное подключение в общем ребят как то так если это видео было для вас полезным или интересным обязательно поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал если до сих пор не подписаны всем спасибо за просмотр и до новых встреч